Привет-привет, Водолей! Это расклад для вас на неделю с 19 по 25 февраля. Дорогие мои, кто догуливает последние дни рождения, поздравляю вас! Загадывайте, конечно, ваши мечты, цели, планы. Всё обязательно сбудется, главное в это верить. Пусть вам сопутствует удача и, конечно же, будьте здоровы и счастливы. Это самое главное. Также на этой неделе у нас замечательный праздник, День защитника Отечества, 23 февраля. И так как 30% моих слушателей мужчины, я вас искренне поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю вам достижения ваших целей. Будьте мужественны, ответственны. Пусть вас рядом поддерживают люди, любимые, ценные, кто прикрывает ваш тыл, кто вас верит безгранично и кто вдохновляет вас на ваши новые совершения. Ну а мы с вами будем смотреть по уже сложившейся традиции. Три подсказочки на картах Таро. Сегодня у меня вот такая замечательная новая колода. Мне подарила её поклонница на день рождения. Спасибо ей огромное. Также мы посмотрим на Маккартах Семья, ваши взаимоотношения на этой неделе. И, конечно же, у Оракула Ленорман. Простите, что-то они хотят вам сказать. На Оракуле Ленорман мы посмотрим область вашей жизни, на которую вам нужно обратить более пристальное внимание. Что ж, давайте приступать и смотрим, что же вас ждёт. Королева Кубков. Королева Кубков говорит о том, независимо от того, мужчина вы или женщина, будьте более чувственны на этой неделе. Проявляйте заботу, любовь, внимание, поддержку тем людям, которые обращаются к вам за этим. Также, если вам нужна поддержка, любовь, внимание, забота, то, конечно же, вы её найдёте в женщине рядом с вами. Это может быть ваша подруга, мама, сестра, коллега по работе. Или специалист, такой как психолог, таролог, астролог. То человек, который вас выслушает и, конечно же, поймёт все ваши переживания, все ваши стремления, цели, задачи и поддержит вас. Смотрим, что ещё вас ждёт. Великая сила. Вам нужно напитаться внутри стержнем уверенности в том, что у вас всё получится, что задуманный результат вот-вот скоро вас настигнет. Не время сдаваться на этой неделе. Проанализируйте, что у вас хорошо получается. У вас богатый опыт, то, над чем вы работали, то, куда вы прикладывали усилия. И, конечно же, вам нужно сосредоточиться на том, что нужно улучшить, где вам нужно, может быть, получить какие-то новые знания, приложить побольше усилий для продвижения вашего проекта или решения какого-то вопроса. У вас есть силы покорить эту гору, вырасти и, конечно же, испытать чувство счастья и победы. Поэтому не сдавайтесь. Вам остался один шаг до того, чего вы так сильно желаете. Смотрим, что ещё вас ждёт. Отдых от смуты. Не забывайте о том, что в ваших делах и заботах вам необходимо время на отдых. Это может быть после того, как вы уже достигнете желаемого результата, вы дадите себе отдых и расслабление. А если вы понимаете, что вся неделя достаточно загружена делами, решением каких-то вопросов, продвижением каких-то проектов, то давайте себе каждый день немножечко отдыха для того, чтобы восполнить свои ресурсы, для того, чтобы обдумать всё чётко, все стратегии, все планы и, конечно же, наполниться чувством гармонии, счастья, баланса, для того, чтобы хватило сил на всю неделю, для того, чтобы вы достигли всего, что запланировали. Смотрим, что у вас во взаимоотношениях на этой неделе. Ой, две карты выпало. Ну, они такие милые, хорошие. Во взаимоотношениях у вас прекрасный период. Если вы ищете вторую половинку, то знайте, что вам по этим двум картам нужно находить тех людей, те компании, где вы наполняетесь творчеством, креативом, где вы отдыхаете душой и телом. И именно в этом расслабленном состоянии в вашу жизнь могут входить новые друзья, новые партнёры, новые коллеги. И там будет выбор тех людей, с кем вам по пути и с кем вы можете объединиться. Также вас могут познакомить друзья. Не отказывайтесь от встречи с ними в этот период. Если в ваших отношениях всё хорошо, то вы можете либо задуматься о том, что пора переходить на новый виток вашего развития. У кого-то могут появиться детки в вашем окружении или непосредственно в вашей семье с любимым человеком. А также постарайтесь уделить время со своими вторыми половинками в совместному какому-то творчеству. Наполнитесь вдохновением друг от друга и заручитесь поддержкой к тому, что для вас важно и ценно. Если у вас были какие-то недопонимания, ссоры, конфликты, то не уходите в сторону, не замыкайтесь в себе. Чтобы решить все те недомовки, которые существуют между вами, вам необходимо заручиться поддержкой друзей и тех людей, кто верит в вас и в ваши отношения, кто готов вам помочь и кто готов как-то совместно с вами работать над вашими отношениями. Пусть они помогут вам. Позвольте людям решить за вас какие-то нерешённости в вашей паре. Что ж, давайте смотреть, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе на здоровье, на свою красоту, на свой ум, на изворотливость, на то, что пора переходить действительно на новый уровень. И неважно, связано это с работой, с вашими планами, в паре вы находитесь, здесь именно речь идёт об обновлении. Вот там, где вы чувствуете, что уже пора вдохнуть какую-то новую жизнь, новую струю, туда и приложите максимум своих усилий. Если вы чувствуете, что вам нужно поработать над своим здоровьем, то займитесь своим здоровьем на этой неделе. Если вы хотите омолодиться, провести какие-то комплексы процедур для того, чтобы выглядеть красивее, моложе, интереснее для привлечения партнёров, то займитесь процедурами красоты. Расслабьтесь, получите удовольствие от каких-то спа-процедур. Не знаю, но элементарно сделайте себе масочку на лицо. Если вы чувствуете, что в каких-то вопросах что-то не даётся, что-то давно не двигается, посмотрите немножечко с другой стороны, на данный вопрос, на данную задачу. У вас есть мудрость и есть опыт для того, чтобы преодолеть все препятствия и перейти в движение на новый уровень. И вы, конечно же, всё решите. Будьте мудрыми, заботитесь о себе, о своём здоровье и делайте обновления в той сфере, которая этого требует. Что ж, дорогие мои, пусть эта неделя будет насыщена эмоциями, вашим творчеством, креатизмом, пусть будет расцвет ваших сил. Улыбайтесь чаще и смотрите на всё с разных точек зрения. Это поможет вам продвинуться в любых вопросах. Субтитры подогнал «Симон»